вот она куда оказывается прилетела буквально совсем чуть-чуть метров 20 50 понятно что рисков никаких но танковый сценаряд ночью когда тебя в этом подбрасывает аж в спальнике это ощущение ищете ничего слава богу обошлось все все обошлось только деревьям не повезло удивительно что природа которую мы наблюдаем особенно когда ничего не летит и не взрывается вообще не о войне то есть все поет что там сверчки кузнечики стрекочут маки цветут трава шелестит и если бы не взрывы то можно было бы вполне себе не неплохо отдохнуть блин какие предки наши пещеры нам помогают выживать раньше это были российские позиции вон там у нас есть эти бойницы в ту сторону они направлены потому что там были мы а сейчас мы здесь они соответственно не вы точку у нас там но что касается пещеры то поскольку изначально делали ее не мы приходится обживаться там где уже было выкопано чтобы поменьше поменьше труда вкладывайте больше бдеть за врагом это так называемая лиси нора она уже немножко подход она чуть побольше под себя ну что было вообще для карлика наверное какого-то и здесь проводим свободное время чтобы поспать таким образом защищаемся от прилетов мин любой артиллерии вот пытаемся просушить если есть солнце ну если содержать ее сухой и чистой вот небольшая по объему но будем будем подкапывать периодически будет свободное свободное время так импровизированная кухня поел убрал потому что мыши крысы все что оставил все сожрут эти маленькие пушистые твари способны сожрать суточный рацион бойца за ночью и на следующий день можно поголодать такое организационное место складываем экипировку там еще что-нибудь чтобы было чистенько берем с собой полиэтилен и все все застилаем если нет клеенки то всегда покупаем с собой рулончик хороших плотных мусорных мешков там дальше в глубине у нас спит наш побратим мы надеюсь ему не не сильно по помешаем все продукты у нас висят на скобе потому что потому что мыши крысы как я уже говорил вот в принципе сыровато но поскольку бойницы бойницы не заложены то и срывать еще потому что вчера шел дождь то проветриться и надеемся будет сухо по оставались 545 вот так вот наши враги организовывают места для хранения боеприпасов по быту вот есть лопата который мы копаем а это крыса бойко то есть ею уничтожаем грызунов почему ну потому что уже было сказано потому что живут как не себя и все под так вот подушечка надувная очень помогает занимает мало места но если поспать то вполне себе ничего очень классно видятся потому что валят по нам что-то сегодня какой-то калибр побольше начался восьмидесяткой крылья сейчас что-то прилетало такое вполне себе серьезное грязевые лабиринты было бы теплее можно было бы принимать грязевые ванны ну да здесь есть на что посмотреть овраг внизу ручей красиво журчит вода на камеру конечно не будет слышно мне чем-то напоминает ту местность в польше где жил и работал там она вся испещрена подобными оврагами вот там уже свободная украина если не стреляют и не взрывается ничего то птичьи голоса из трех от кузнечиков вообще вообще нет никакого представления о том что война или еще что-нибудь полностью скрывают это ну да окопы единственно что напоминает об этом так здесь у нас блиндаж не блиндаж скорее всего блиндаж вот и мы из него наблюдаем за противоположной посадкой для того чтобы к нам полем не подошли и если вдруг как это было вчера начнут оттуда насыпать то дать им достойный ответ по большому счету здесь после дождя такая же беда мы уже мастим все что не не попадя под ноги для того чтобы хоть как-то уменьшить количество грязи вот тоже норы для того чтобы можно было поспать посидеть вот там тоже нора и по сути сам по себе наблюдательный пункт с средствами связи и с хорошим обзором в каску каску люблю еще со строительных времен по поводу вчера не знаю будет видно на камеру или нет там у нас посадка метров 200 от нас через поле на котором симпатичные красные маки цветут и началась началась атака на ребят с 3 штурмовой на крайнюю спешку они попытались подкрасться и забросать спешку гранатами те молодцы вдвоем надавали им люлей но для того чтобы им было легче у нас здесь по периметру посадки стоит еще несколько успех и мы конечно же поддерживаем ребят при помощи из этой огневой точки при помощи пкм а что касается как они это делают то есть группа подкрадывается и как только она начинает или выявлена начинается огневой контакт вдоль всей посадки цепью метров через десять в ночник смотришь вспышки видно они по одному скорее всего человеку выстраиваются вдоль всей посадки взяток в промежутке метров через десять в общем потому что ну судя по вспышкам и начинают насыпать в то же место куда куда идет атака ну или в смерть в смежные там в общем какие-то не знаю куда они целятся мы поддержали ребят с пкм а и с браунинга он у нас на другой огневой точке и начала это вся посадка очень насыпать по нам вот ну прям похвалится что красивое зрелище или еще что-нибудь не буду потому что большому счету было сумерках и никакого там зрелища не то просто лупят со всех сторон жужжит свистит летает вот и мало чего видно но огонь на подавление приходится вести чтобы понимали что здесь кто-то есть и был сбить потому что когда идут и понимаешь здесь тоже есть кому стрелять то я думаю желание у них погибать нет несмотря на все всю их практику в мясных штурмах по большому счету так и живем еще одна ночка предстоит за прошлую ночь две такие атаки было вот а мышка грызет себе хлебушек и ей на мины и стиле и стрелкотню вообще все равно и и и Субтитры создавал DimaTorzok